Вот это красавчик. Смотрите, ребят. Все, берешь крючочек, вот сюда под резиночку поддеваешь. Тыкают в тесняшках. Всем привет, Сергей. Зарядились по полной. Вот смотрите, весь багажник полный. То есть задние сидения и багажник тоже полный. Всем ребят, кто на рыбалке, не поставят чешуи. Хорошей дороги. Вот мы и приехали на Вячеславское водохранилище. Сейчас расставляемся, выставили палатку. У нас вот такая замечательная палатка Lotus Coupe 3 с термодном, с теплым дном. В общем, весь комфорт вы увидите немножко позже. Приехали, значит, целенаправленно половить леща. Надеемся на очень хорошие размеры, на крупного леща. Что будет, то будет. Глубина у нас засверлились в районе 14 метров. Дальше планируем, конечно, выставить жерлицы на судака. Всем приятного просмотра. Приставишься поудобнее. Чаек, кофеек. Может, что-нибудь еще покрепче. Такой у нас уют ждет с Сергеем. Собираем печку. Расскажи немножко о теплообменнике, Сергей. Вкратце данные. Шип термо. Омский. 2,5-2,9 кВт мощности. Короче, можно кефест-турист ставить. Обычная плитка. Можно инфракрасники любые. Под сено подходит. Отапливает от маленьких до больших палаток. На большую палатку инфракрасник надо ставить. Так как у нас маленькая, маленький мороз, кефест-турист справляется хорошо. Сейчас запустим. Будет видно. А это чтоб конденсат не капал. Это с чего, Сергей? Этот, утеплитель. Негорючий. А сверху какой-нибудь козырек, что-то... Не надо козырек никакой. И так будет отлично. Но я не сомневаюсь. По-любому будет все хорошо. Все закрыт. Уж бы телефон в лунку не упал. Вкратце, Сергей, с чего делаешь? Вкратце. Прикормка Дунаев. Чесночная. Плюс еще какая-то карповая с кукурузой. И еще что-то было. Не помню, что. Мотыля тоже, да, кидаешь искусственного? Искусственного. Такая вот, друзья, прикормка. Замечательная. Сам бы ел. Может, поедим? Запад чувствуешь? Да, мощно. Сюда идет. Посмотрите, какая кристально чистая вода на водоеме. Вот такие вот. Одна лунка, вторая лунка, третья лунка. Уже печка работает. Вообще огонь. Ну, я, друзья, сейчас пойду выставлять жерлицы. Собрал вот пять жерличек. На судачка. Я хочу сегодня на судака поохотиться. Вот они. Как-то я говорил, как я их собираю. Ну, вот. Надо где-то здесь показать. Вот тормозок получается. Грузило. Я, в общем, пошел выставляться. Такой слабенький ветерок дует. Мороза нету. Где-то четыре градуса всего. Надо выставиться. На судака. Взяли двадцать штук. Привелись. Красавчик такой. Какой у меня монтаж. Петля. Кручок. Длинным цепьем. Тормозок. И уже грузило. Вот оно. Получается, от тормозка до крючка в районе 60 сантиметров. Сейчас посмотрим, какая тут, ребят, глубина будет. Не знаю, сколько здесь. Во. Сейчас мы посмотрим. Так, конечно, это Сергея жерлицы. Можно сказать, 10 грамм. Что-то тяжеловато как-то на обращаем. Но пойдет уже на глубину. Наконец-то мы в палатке. Жерлицы уже стоял. Сейчас мы поужинаем. Всем приятного аппетита. Позавтракаем. Позавтракаем. Жерлицы стоят. Пять штук поставил. Не видно. Вот. Сергея уже заряженные удочки. Подкормил он от души. Там вторая. Так обустроились. Есть термометр. Вот он. Что у нас? 22 уже. Ё-моё. 22 в палатке минус 3 на улице. Ага. Учи, Сергей, свет. Сергей уже рыбачит. Конечно. Такое свет у нас в светильничке. Хорошая палатка. Лотос. Куб 3. Термо. Вот и у меня есть луночка. Ну вот, ребята, мы расположились наконец-то. Сергей сидим, короче, ловим. Сергей прикормил лунки. Я сейчас буду разбирать свою удочку. Бешеную. где она эта бешеная удочка? Вот она. Вот помнишь ту мормышку? Да. На неё рыбачили. У меня такая, по-моему, должна остаться. А у меня, прикинь, последняя. вот такая, ребят, мормышка. Вот она. Убойная. Здесь мелочи нет, ты сейчас на неё ничего не поймаешь. Нет, она же, это, леща ловит. На неё, мы сидели последний раз, дядь, человек взял в руки самого большого леща вытащил. Нойко днём. Нет, ночью. Ночью. В час ночи. Только мы, знаешь, чем закармливали? Лапшой. Макаронами, а не лапшой. Я видел, чем мы закармливали. Что-то мелкое, но есть. Вот, сопротивляется начал. Он неплохой. Ну, первый раз-то. Поздравляю, Сергей. Первый ловчик. Первый подвесчик. Так резко отклонывается. А, у нас ведёрко, ребята, вот. Огонь. Наконец-то. Ну, у Сергея сразу настроение поднялось. Он такой же, может быть. Ну, смотри, как протяняется. Ух, как выпрыгивает. Такой же. 2-0. Я в проигрыше. Мощно. Конечно, мелкий, но съесть можно. Кот будет рад. Абаньки. время без двадцати девять вечера. Вот, короче, вот такая вот снасть. Называется коромысло. Вот, получается, Сергей ловит ночью леща на неё. Кто, ребят, знает эту снасть, отпишите в комментариях. только что вот связали поводочки из плетни и крючки. То есть, насколько я понял, то грузило где-то в половину расстояния должна быть длина поводков. Вот такая вот снасть. Сейчас будем пробовать тоже закидывать. она вот у Сергея. Вот коромысло находится. И, получается, вот сейчас я буду тоже на Сергея снасть ловить. Это не моя снасть. Как говорится, опытного рыбака по лещу. Принимаю уроки сегодня. Растопыривай, шватор, давай. Где этот? Мотыль. У тебя ты где-то предопырил? Угу. Кучу загнал на феракс. Потому что с него загнал руками. Крючок под резинку. Ну, поправил. Все, закидывай. Угу. Вот, ребят, получается такая вот снасть коромысла на леща ночью. Кивок Щербакова. Кивок Щербакова. Все идет. Ну, мелочь. Такой же. Такой же? Да. Коту пойдет. У меня тоже поклевка. Котик упадет. Котик упадет, да. Окей. Сергей, очередная поклевка. Я балдею, ребят. Чуть-чуть, может, покрутнее. Я балдею. Может, такой же. Ну, вообще, блин, коромысла роль большую играет, конечно. Такой же. Такой же? Да. Просто сопротивлялся сильно. Красавчик. У нас уже там нормально так. Зависит неряга. Ужие подлещики есть. Ну, да. Ай, Сергей. Ай, Сергей. Ай. Он опытный. Смотри, на один крючок херачит. На какой она мелкий или на крупный? сейчас тянешь, не чувствуешь нифига. Вот он. Вот он начал сопротивляться. Ну, и родной. Вот он родиненький красавчик. У тебя лунка волшебная, чем у меня. Да, да, да. Опытный пропьешь. Что-то какие-то хитрости все равно используешь, мне не говоришь. Да, у Сергея вот уже пятый. Хитрости использовать. Сергей опять поплевка. Ух ты. Ух ты. Сошел. Да? Иди, иди.